Всем привет! Вы на канале Канистры Бай. Здесь мы рассказываем об устройстве и запчастях автомобиля простым языком. Сегодня поговорим о коробке передач, ее устройстве, назначении, а также типах коробки передач. Вся эта информация пригодится вам при выборе и покупке автомобиля, а также при правильной его эксплуатации. Итак, коробка передач – это устройство, позволяющее автомобилю двигаться с различными скоростями, в том числе и задним ходом. А теперь вам вопрос. Зачем вообще использовать коробку передач? Ведь у нас есть двигатель, и почему мы не можем соединить двигатель напрямую с колесами и путем нажатия на педаль газа изменять скорость движения автомобиля? Ну, вот, например, двигатель наш, двигатель внутри возгорания, мы соединяем напрямую с колесами. Вот это передняя ось, задняя ось. Почему мы и так не можем сделать? Пока вы думаете, ответы я расскажу в конце ролика. Итак, основное устройство – коробки передач. Коробка передач – это официальное название – коробка переменной передач, КПП. Вы можете встретить это в технической спецификации при покупке автомобиля, в буклетах и в литературе. Простое название – это коробка передач. Или же вообще в народе иногда говорят «коробка». Какая у тебя коробка? Коробка. Исходя из названия, коробка передач – это некий корпус. Некий корпус, то есть коробка, в котором существуют передачи, так скажем. А на самом деле, это корпус, в котором есть набор зубчатых передач. Я условно сейчас нарисую зубчатые передачи. Условно, какой-то набор зубчатых передач. В коробке передач есть входной вал. Этот вал напрямую соединен с двигателем внутреннего сгорания, ДВС. И выходной вал, который потом соединяется с нашими непосредственно колесами. Также в коробке передач есть какой-то механизм переключения передач. В механике – это рычаг переключения передач, который, собственно, мы и переключаем. Итак, как я уже сказал, коробка передач представляет собой корпус с набором различных зубчатых колес. Ну или просто шестеренок. Есть большие, например, шестеренки, есть средние и маленькие. Существует несколько основных типов или вариантов соединения этих шестеренок. Первый вариант – это соединение маленькой шестеренки с большой шестеренкой. Я сейчас это все промакетирую. Вот у нас есть большая шестерня и маленькая. Вот это входной вал, он идет от двигателя. Я условно повешу на него колесо. И выходной вал, который идет уже непосредственно на колеса. При таком соединении, когда соединяется маленькая шестеренка с большой, частота вращения выходного вала меньше, чем входного. Вот смотрите, я вращаю двигатель, а выходное колесо вращается немного медленнее. Это первый тип соединения. Второй тип соединения наоборот, когда мы соединяем большую шестеренку с маленькой. Вот я буду вращать наш двигатель. И вы видите, что выходной вал коробки передач вращается немного быстрее. Это второй тип соединения. Третий тип соединения, когда две шестеренки имеют одинаковый размер. Вот, предположим, я буду использовать сейчас две маленькие шестеренки. Как вы уже поняли, в таком случае скорость и вращение будут одинаковые. Вот я буду вращать наш двигатель. И выходной вал коробки передач вращается с такой же скоростью. Здесь есть интересный эффект, что входной и выходные валы вращаются в различные стороны. Для того, чтобы вращение было в одну сторону, необходимо использовать три шестеренки. Сейчас я добавлю одну промежуточную шестеренку. Вот, я добавил еще одну промежуточную шестеренку. И теперь наши колеса, то есть входной вал и выходной коробки передач вращаются в одном направлении. Как происходит включение передач? Включение передач происходит путем физического перемещения шестеренок относительно друг друга. То есть в данном случае, вот я вращаю двигатель, у нас не включена передача, не происходит никакого вращения. Когда я передвигаю шестеренку, маленькую шестеренку, она входит в зацепление и происходит включение передачи и коробка начинает работать. То есть, иными словами, вот эта нейтральная передача, то есть нейтралка, когда у нас двигатель вращает входной вал, а выходной вал не вращается. И здесь есть еще один интересный эффект. Для того, чтобы включить передачу при вращающемся входном вале, то есть при работающем двигателе, вот я буду моделировать вращение двигателя, может произойти поломка зубчатых колес, вот в этом месте. Когда я попытаюсь соединить вращающуюся шестеренку с невращающимся, я могу поломать сами шестерни. Поэтому для переключения передач используют такое устройство, которое называется сцепление. Сейчас я кратко расскажу, как оно устроено. Оно служит для того, чтобы в момент включения передач нам отключить двигатель от коробки. То есть передачи тогда будут спокойненько включаться, когда мы отключим двигатель. Когда же двигатель мы не отключаем, тяжело включить передачу и можно произвести поломку. Как я уже сказал, между двигателем и коробкой передач на самом деле есть еще такой механический узел, который называется сцепление. Сцепление есть у не всех типов коробок передач, это относится к механической коробке передач и роботу, роботизированной. Значит сцепление, условно я нарисую каким-то прямоугольником, это у нас будет сцепление. Сцепление служит для того, чтобы расцеплять, да, из названия, расцеплять двигатель и коробку передач, для того, чтобы можно было отключить передачу, для того, чтобы не было поломок зубчатых колес. Сейчас я на макете очень устроно покажу вам, как оно работает. Итак, вот наша коробка передач, вот я сейчас вращаю входной вал, это выходной вал, который идет на колеса. И на входном валу коробки передач устанавливается сцепление. Сцепление представляет собой два диска в самом таком первом приближении. Вот один диск, вот второй диск. Между ними нет никакой связи, можно сказать, что между ними есть зазор, когда сцепление разомкнут. То есть, когда вы выжимаете педаль сцепления, диски находятся на некотором расстоянии друг от друга. И поэтому, когда двигатель вращается, вот я сейчас вращаю, словно двигатель, то коробка не вращается. Когда же вы отпускаете педаль сцепления, эти два диска начинают с собой соприкасаться, и по действиям сил трения, один диск начинает вращать другой. То есть, вот таким примерно образом происходит передача вращения на коробку. Еще раз, сцепление это два диска, которые передают вращение с помощью сил трения. Когда вы отпустили педаль сцепления, эти два диска соприкасаются и передают вращение на коробку передач. Когда вы выжимаете педаль сцепления, два диска расходятся, и двигатель является отсоединенным от коробки передач. Теперь поговорим о типах коробок передач. Существует четыре основных типа коробок передач. Первый тип. Это механическая коробка передач. В простонародье говорится механика. Механика. Я вам ее показывал сейчас, то есть, вот это был наш макет. Это, в принципе, и есть механическая коробка передач. Отличительной ее особенностью является то, что мы передачи переключаем вручную. То есть, мы выжимаем сцепление и передвигаем вручную переключение передач. Это отличительная особенность механической коробки передач. Второй тип коробок передач. Это роботизированная коробка передач. В простонародье называется робот. Робот. Робот это та же механическая коробка передач. Только передачи переключаются с помощью каких-то специальных исполнительных механизмов. Вот там все отличие. В следующих роликах я кратко остановлюсь на каждом типе передач. Сейчас я просто в общем расскажу про все типы. Третий тип коробок передач. Это автоматические коробки передач. В простонародье автомат. Отличительной особенностью автомата является отсутствие сцепления. Вместо него в автоматической коробке передач есть такое устройство, как гидротрансформатор. Позже я тоже расскажу, как оно работает. И в автомате переключение передач тоже происходит автоматически. То есть вы просто нажимаете на педаль и определенный блок управления подбирает необходимые передачи. В своей основной структуре автоматическая коробка передач тоже происходит от механической коробки передач. То есть там тоже есть набор зубчатых колес, больших, маленьких. И она только работает в автоматическом режиме. Вот это в первом приближении. Четвертый тип коробок передач это вариатор. Вот вариаторные коробки передач. Или же в простонародье говорят вариатор. Вариатор. Вариатор не имеет определенного числа передач. То есть если вот эти все коробки имеют определенное число передач, например 5 или 6 или 7, то у вариатора нет передач. Он изменяет их непрерывно и автоматически, плавно. Значит, вариатор можно отнести к отдельному классу коробок передач. У него нет механической части. То есть у него нет вот таких вот шестеренок, о которых я говорил в начале ролика. Я подробно расскажу, как он работает в следующих выпусках. Теперь рассмотрим сравнительную характеристику в виде таблицы. Чем отличаются все типы коробок передач. По предыдущему списку хотел добавить, что робот и автомат имеют возможность переключения передач как в автоматическом режиме, так и в ручном, в зависимости от вашего желания. Теперь в таблице я перечислил механика, робот, автомат, вариатор нашей типа коробок передач. И здесь основные технические отличия. Значит, первая колонка это сцепление, наличие сцепления. В механической коробке передач и в механике есть сцепление. Я вам это показывал на нашем макете. Вот это сцепление было. Без сцепления механическая коробка передач в принципе не работает. В роботизированной коробке передач или роботе тоже есть сцепление. И зачастую сейчас в современных роботах есть два сцепления. Я позже расскажу, почему два. Два сцепления. Одно основное, ну второе, сколько, что может быть два. В автоматической коробке передач сцеплений нет. Вместо него используется такой узел, который называется гидротрансформатор. ГДТ сокращенно, гидротрансформатор. И в лариаторе сцепления тоже нет. Дальше. Следующая колонка это передачи. Есть ли вообще передачи? Значит, в механике передачи существуют. Их обычно 5, 6, 7 передач бывают. В роботе передачи тоже существуют. В автомате передачи тоже существуют. Есть 7-ступенчатый автомат, там вы уже слышали. Вариатор это безступенчатая коробка передач. И там нет передач. Следующая колонка это возможность автоматического переключения передач. В механике, на то, на механика, что мы вручную переключаем передачи. В роботизированной коробке можем переключать передачи. Как в ручном режиме, так и в автоматическом. Поэтому есть такая опция, как автоматическое переключение передачи. В автомате из названия искидывает, что мы можем автоматически переключать передачи. И вариатор тоже автоматически подбирает необходимую, сошкарным, скорость движения автомобиля. Поэтому ставим плюс. Вот это такая сравнительная характеристика техническая, по которой вы можете принципиально отличать типы коробок передач. В следующих выпусках я подробно остановлюсь о каждом типе коробок передач подробно. Поговорим о сцеплении. И также я бы хотел остановиться о плюсах и минусах каждой коробки передач. А теперь вернемся к нашему вопросу в начале ролика. Зачем вообще нужна коробка передач? Почему мы не можем использовать наш двигатель и соединить его напрямую с колесами? ДВС, двигатель внутреннего сгорания, с нашими колесами. Это вид сверху. Это передние колеса, задние колеса. Ответ кроется в нескольких причинах. Первая причина. То, что у двигателя существует минимально устойчивая частота вращения коленчатого вала. Ниже которой он не может работать. Он блокнет. В среднем эта частота равна 1000 оборотов в минуту. Минуту. И ниже этой частоты двигатель работать не может. Он заглокнет. Поэтому мы не сможем плавно разогнаться до какой-то скорости. Мы не сможем двигаться меньше. То есть, допустим, мы соединили каким-то образом наш двигатель с колесами. Колеса наши вращаются. Автомобиль движется со скоростью, допустим, 10 км в час. То бишь, меньше 10 км в час мы в принципе не сможем двигаться. И разогнаться плавно мы не сможем. Вторая причина. Это то, что у двигателя существует максимальная частота вращения коленчатого вала. Ну, в среднем это, примем так, 7000 оборотов в минуту. По пропорции получается это 70 км в час. Отсюда следует, что мы не можем двигаться быстрее 70 км в час. И медленнее 10 км в час. О чем это говорит? О том, что диапазон изменения частоты вращения коленчатого вала очень узкий. В данном случае, если мы поделим 70 на 10, получается 7. То есть диапазон двигателя равен 7. А мы, например, хотим, чтобы наш автомобиль двигался от 3 км в час до 300. 300. В данном случае диапазон будет равняться 300 по 9 на 3. Получается 100. Вот. И сравнивая вот эти числа, мы понимаем, что для того, чтобы двигаться на всем диапазоне скоростей, нам нужно использовать какое-то дополнительное устройство, которое бы изменяло скорость вращения нашего двигателя. Поэтому используется после двигателя коробка передач. Вот ответ на мой вопрос, который я задал в начале ролика. Выводы. Итак, как вы уже поняли, существует 4 основных типа коробок передач. Это механическая, роботизированная, она же DSG. Сейчас очень много споров к этой коробке. Все интересуются ее конструкцией. Эффективно она работает, неэффективно. В ближайшее видео я сниму подробно, как она устроена, какие у нее преимущества и какие недостатки. Третий тип коробок передач. Это автоматические коробки передач. И четвертый тип. Это вариатор. Видео подготовлено с помощью интернет-магазина kanistra.by. Автозапчасти для друзей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Впереди будет только самое интересное. Также заходите на наш сайт, где выложены все наши видео, все наши интересные статьи. И будьте внимательны на дороге. Всего доброго.